Существуют места, буквально притягивающие внимание не только жителей города Магнитогорска. Это гордость города Металла. Это наши горнолыжные центры. И они обрастают должной инфраструктурой. Жилищный комплекс Алтенай – один из них. Он располагается в аккуратно против горнолыжного центра Металлург-Магнитогорск. А сегодня и сейчас это еще и место, где вы можете не только отдохнуть телом, а дать возможность душе развернуться. В душе сытой и довольной от послевкусия настоящей армянской кухни. А теперь мы поговорим о честности. Честности в отношении к шашлыку. То есть понятно, да, шашлык – блюдо с высокой добавленной стоимостью. Ну, ни для кого не секрет. Но вот только есть мясо по 1000 рублей за килограмм в неприспособленных условиях, летника, какой-то тошнотной забегаловки – это неправильно. Если вы платите вещь, конкретную вещь, это ваши деньги, за вот такую вот вещь, то вы должны себя чувствовать, ну, по крайней мере, как в Швейцарии. Кстати, я себя чувствую, как в Швейцарии. Потому что я приехал на жемчужину Южного Урала. Горнолыжный комплекс Металлург-Магнитогорск. И вот здесь я кушаю не в комплексе Металлург-Магнитогорск. Я там тоже иногда кушаю, но, как правило, точнее, кушал вместе с директорами комбината, когда нам специально накрывали банкет. Ну, понятно, да, уровень приготовления. Сейчас мы с комбинатом как-то так же на «ты», но на расстоянии. Вот. А хочется, чтобы меня встретили как телезвезду. Вообще-то я из телезвезда. Ну, так, если что. Ну, вот. Естественно, я приезжаю сюда, но на горнолыжку я поеду чуть позже покататься. Сначала я приезжаю сюда покрепиться, точнее, наесться. Также после катания спускаюсь. Ну, тут рядышком, что тут ехать-то, боже мой. 500 метров ровно. Вот. Я сейчас протестирую. То блюдо, которое круче меня, ну, никто не готовит. Но то блюдо, которое готовлю я, оно тоже не дешевое. Мне приходится потратить, ну, целый день. Вот. И я очень сильно люблю шашлык. Так. Опа-ца. Шашлык естся же по-другому. Я еще вам расскажу, как. Сначала в рот отправляется настоящий кусок мяса. Говорят, набежил. Вы поняли намек, да? Какое мясо вы едите в шашлычную? Ммм. А потом лаваш с шоусом. Обязательно лучок. Теперь откроем вам небольшой секрет. Те шашлык, которые открывает армянская диаспора, а мы едим в армянском ресторане, это ученики того человека, который сейчас скромно улыбается и стоит за камерой. Теперь понятно, да? Теперь, почему вы такой шашлык не поедите ни в одном ресторане? Это все очень просто. Еще один секрет открываю. Сейчас, секундочку. Будет вкусно. Ммм. Так вот, здесь настоящий мангал. Представляете, мангал не электрический, не ерунда, и не мангал у того дяди Васи, который бегает на улице, а скорее всего, это даже не дядя Вася, это ближайший родственник, у того родственника, который приехал, это я, все магнитогорские шашлыки вам историю рассказываю. Вот мясо там не мочится, там оно сырое делается, здесь оно вкусное. И вот здесь мясо, зима, на улице бывает и минус 40, мы все-таки на Южном Урале находимся, точнее, на Горнодужном центре. Представляете, мясо жарят на открытом воздухе. Что получается? С одной стороны замерзло, особенно минус 30, с другой стороны пережарилось. Ну, главное, чтобы вам было спихнуть. Здесь мясо жарится в комнатной температуры, здесь стоит мангал на дровах. И вот, чтобы покушать блюдо, за которое вас, с вас, честно, в атмосфере ресторана возьмут всего 200 рублей, это приезжайте в комплекс Алтынай. Его видно с дороги, просто посмотрите, либо налево, посмотрите, когда едете в город, ее остановитесь, обратно на круговом развернитесь, попробуйте все-таки потратить небольшую сумму для своего удовольствия, либо направо, на круговом, сворачивайте, ну, немножко, что-то по щебеночке проехать, заехали, и вот мощный шашлычок, не дохлый кусок, а вот такой. Обязательно отправьте себе в ротик. А потом поблагодарите радушных хозяев, которые умеют делать шашлык на том уровне, который устраивает меня. А я, извините, очень требовательный пожиратель швинины, баранины, ну, в общем, всего, из чего можно сделать шашлык. Ну, для меня этот праздник еще продолжится, о празднике на каждый день поговорим и о конкретных днях новогодних. У этого ресторана, так вкусно кормящего столь ненавистную морду, есть дивное предложение. Корпоративные вечера в стиле умопомрачительного объедения. Но подумайте, стол из, внимание, девяти блюд и трех бутылок за 3000 рублей на человека. И это в новогоднюю ночь. Естественно, простые посиделки выйдут дешевле. При этом вы сидите на свежем воздухе, вы едите действительно вкусно и правильно в смысле оплаты. И один маленький нюанс. На рекламу слоновью часть прибыли они не тратят. Лучше накормят вас как слонов. Поэтому на круговом возле горнолыжки вы метровых байнеров не увидите. А найти это сытное место довольно просто. Вид на него открывается, если посмотреть в обратную сторону от нашей легендарной горы. Мо-Мо-Мо-Мо-Мо-Мо-Мо-Мо 믿 ChildSt dots Субтитры сделал DimaTorzok